Да, заголовок этого видео. Рубль подхватил коронавирус. Но это не я придумал, имейте ввиду. Это не я, это он придумал. Он. Это не я придумал. Я под твой стиль подстроился. У тебя же шурум-бурум-барабум. Вот и коронавирус в рубля. Да, всем привет. Приперлись в группу Финам, группа компаний к Сергею Дроздову. Погода довольно мерзкая. Именно в такую погоду люди заболевают, подхватывают всякую дрянь. Кстати, у нас позавчера умер отец Севел Чаплин, который не раз выступал на нашем канале. Вот. Когда мы его снимали, умер от сердца. Когда мы его снимали, то его постоянно мучили пристмы, астмы. Он останавливал видео, принимал какой-то препарат, успокаивался и снова начинали. Поэтому видео смотировано из нескольких кусочков. Это очень важно. Я говорю о том, что здоровье. Здоровье берегите, друзья. Это самое главное. Пока мы здоровы, мы всем нужны. А потом никому нужны. Мне скажут про коронавирус всю правду. Ну, конечно, расскажу. Всю правду? Да. Это аморально пугать людей коронавируса. Я же не пугал, я же в обзорах всегда писал, что это страшилки в сне. А морально недооценивать эту опасность, я хотел сказать. Ну, не морально, а для рынков. Там немножко совсем. Нет. Другая эксперт. Коронавирус – это вообще инструмент, чтобы людей пугать. Сергей, день добрый. Добрый день, Андрей. Тебе не кажется, что вот эти разговоры о вирусах, что-то в этом нехорошее есть? Ну, в смысле нехорошее? Ну, потому что мы не знаем платы информации. Китайцы, у них три вида статистики, они все скрывают. Если посмотреть, то послушать, что они говорят, что там сестры в памперсах ходят, потому что не могут пописать. Но похоже на какую-то пропаганду. История с вирусами-то, она не новая. То есть, рынки через это уже проходили. Был до этого аптипичная пневмония, еще там птичий грипп. Ну, в общем-то, и реакция рынков была приблизительно одинаковая. В общем-то, рисков так называемой. И первая реакция, конечно же, вот так вот здравого человека, да, который умеет мыслить, да, ну, вроде бы вирус, ну, там, уж простите меня за цинизм, погибло там несколько десятков человек. Причем здесь акции Сбербанка и нефтяные котировки. Ну, если вот, как эксперты копают глубже, в общем-то, то, что оказывается, это как-то в моменте может негативно влиять на мировую экономику. Но отличие данного случая от предыдущих заключается в том, что вот этот весь негативный фон был усилен тем, что власти Китая закрыли несколько крупных городов. То есть там где-то под 10 миллионов населения, в связи с чем, в общем-то, остановлена работа предприятий и так далее и тому подобное. Ну, это, безусловно, конечно, в таком ключе это негатив. Но с другой стороны, вот так вот на будущее тем, кто начинает торговать и те, кто продолжит это делать долгие годы, скажем так, я больше чем уверен, что такие ситуации будут повторяться. И вот это вот определенный такой пример, шаблон, как рынки реагируют на подобное действие. Нет, а морально вот в чем. Может, я не высказался неправильно. Мы как с Усониным, мы должны вести кто-то инвесторов. А что же мы будем вести инвесторов, если карта у нас левая, если Китай на самом деле скрывает? Не понятно, что происходит. Здесь не нужно обращать внимание, что скрывает Китай, что делает Китай. Сильно в это, точнее, углубляться не нужно. Если вы видите продажи на американском рынке, на развивающихся рынках, не надо стоять против ветра. В общем-то, либо присоединяться к данной тенденции, либо отойти в сторону. Ну вот как-то так. Поэтому не стоит. Я просто как бы в благосфере иногда читаю, что вот коронавирус, там ерунда. Я тоже считаю, что ерунда. Но рынок реагирует так. И значит, повторюсь, либо ты вместе с рынком, либо ты стоишь в стороне. Не надо доказывать свою правоту через собственные деньги, теряя их. Ну, само упоминание коронавируса уже аморально. Ну, не знаю. На рынке есть определенные... Это ведь медики, пускай рассуждают. Медики уже высказали свое авторитетное мнение и сказали о том, что от гриппа умирает больше людей, чем умерло от данного коронавируса. Ну, хотя ВОЗ, Всемирная Организация Здравоохранения, вчера вот в воздухе переобулась. Буквально пару дней назад они говорили, что ничего страшного. А вчера они уже высказались за то, что все-таки да, ситуация вызывает определенную беспокоенность. Ну и, в общем-то, в этом ключе. И это усиливало негативное влияние на рынки. Хорошо. Шикарно. Ну и что, прошлая неделя была падущая, эта неделя пока падущая. Когда будет пора покупать акции? Ну, здесь два варианта. Точнее, наверное, один. Когда успокоится ситуация с этим коронавирусом? Успокоиться она может, ну, как минимум в двух случаях. Это когда в СМИ объявят, что нашли вакцину, лекарство. Безусловно, будет сразу же позитив. Второй момент, если даже вакцину там не найдут, раньше может выйти, к примеру, новость, что ситуация взята под контроль. И, в общем-то, заражение, там число зараженных идет на спад. Ну, нет, тогда успокоимся, наверное, надолго. Сегодняшний отскок на рынках связан с грядущим, ну, точнее, уже идущим заседанием Федеральной резервной системы. И, в общем-то, на американских биржах инвесторы ждут отчета Apple. Ну, отчет Apple, он всегда вызывает определенные эмоции, реакции. Кстати, мы находимся все под влиянием момента. Вчера, когда было дикое падение, я говорю, 3000 пунктов будет паникса у Московской биржи. Но не сразу там, за месяц. А под влиянием момента всем кажется, что вот прямо сейчас вот мы прямо пойдем с черными соплями туда. Ну, я помню времена, и ты, наверное, тоже, когда и черные сопли, в общем-то, не исключение. Поэтому, ты знаешь, вот как раз вот в такие моменты, когда идет паник сейл, может, запросто и за один день. Ты считаешь, что рынок бычий сейчас по-прежнему? Пока еще, да. Я тоже считаю. То есть, бычий тренд пока не сломан. И, исходя из этого, я и считаю, что до 3000 не сразу мы туда пройдем. Ну, рынкам необходима коррекция просто в любом случае. Необходима коррекция. С учетом и поэтому... И аналитикам необходима коррекция. Всем необходима коррекция. Но, тем не менее, не было бы коронавируса, придумали бы еще что-нибудь. Любой другой повод. Поэтому пока идет здоровая коррекция. И, кстати, прошлый ролик, который мы с тобой снимали, мы же его и назвали. На пороге коррекции. Ну, вот. А этот ролик как назовем? Мы все умрем? Подумаем. Не, мы все выживем. Все будет хорошо. Ну, вот коррекция, значит, началась. Ну, в принципе, человек, который хочет на бирже выигрывать, он должен об этом думать, что это именно коррекция, а не слом тренда. Если ты заранее думаешь, что слом тренда, ты проигрываешь. Для этого человеку нужно изучать азы теханализа. Вот так вот на ощупь он не поймет, сломлен тренд или не сломлен. А, это никто не знает заранее. Заранее нет. Заранее уж тем более никто не знает. Мы исходим из того, что это коррекция. Что ты думаешь по акциям Сбербанка? Сбербанка, прокси на наш рынок. Как избитая такая фраза. Но, тем не менее, так оно и есть. И, несмотря на развитие альтернативных сфер, то есть IT и так далее и тому подобное, Сбербанка все-таки достаточно чутко реагирует на изменения настроений на фондовых рынках. То есть, негатив, ну, по большей части, скажем так, он отыгрывает как и негатив, так и позитив. Но негатив, скажем так, в двойном, а то и в тройном объеме может отыграть. Ну, он по-прежнему остается одной из таких любимых игрушек-нерезидентов, скажем так. Ну, из-за своей ликвидности, в первую очередь, конечно же. Ну, и что сейчас делать в текущей ситуации с Сбербанком? Что делать? Смотреть? Нет, ну, я думаю, что покупать... Нет, если краткосрочно, то можно делать и краткосрочные покупки. Но я все-таки думаю, что рынки должны быть пониже. Я уже говорил в прошлом, ну, уже много раз, когда в каждом, наверное, с тобой ролике, когда мы записываем, я говорю, что год будет достаточно сложным. Базовый сценарий – это все-таки рост, ну, из-за фактора Трампа. Но какие-то нежданчики вполне могут случиться. Я сразу скажу, до кого мы видео записываем. Не до тех, которые хочут поймать движение 20 пунктов при спреде 6 пунктов. Эти уже мертвяки. Мы записываем для клиентов и инвесторов, которые мыслят более стратегически. Ну, если мы для людей, которые мыслят более стратегически, для стратегических, в общем-то, покупок нужны более низкие уровни. Иначе я не вижу какого-то значимого апсайта, чтобы идти на такой риск. С Сбербанком мы потихонечку разобрались. Газпром. Газпром, да. Вот Газпром, конечно, показал такую интересную негативную динамику. Ну, что, в общем-то, и хорошо. Сейчас, о какой бы бумаге мы с тобой бы ни говорили, все равно нужно ориентироваться на уровень индекса. Вот как раз посмотрим, опустится он к 3 тысячам, пройдет ниже. А золотодобытчики? Да, золотодобытчики. Ты знаешь, да, золотодобытчики. Вот Черополис неплохо вырос, полиметалл он вырос чуть меньше. Да, такая классика, в общем-то, что при снижении рынка надо покупать золото, либо золотодобытчиков. Ну, в отличие от базового металла, акции золотодобытчиков все-таки несут свои индивидуальные риски. В любой момент может выскочить какая-нибудь новость о том, что с компанией что-то не так. И, в общем-то, внешняя конъюнктура не будет иметь никакого значения. И она будет снижаться. Здесь классический момент. С Газпрома, ну что, негатив это, конечно, то, что идет затягивание реализации «Северного потока-2». Плюс затихли моменты про дивиденды, ну вот как-то эта история ушла. Но, в принципе, в перспективе дивиденды, ну, наверное, это ближе к весне уже можно будет смотреть на бумаги Газпрома. Ну, это если по времени, а если, ну, либо по ценовым уровням, если коррекция углубится, почему бы не взять, как минимум на отскок. Отскакивает он пока, по крайней мере, так как бумагу в прошлом году расторговали, отскакивает он достаточно неплохо. Ты можешь хоть уровень сказать по Газпрому нашим подписчикам? Нет, пока не могу сказать. Нужно немножко больше времени, опять же, вот с этой ситуацией с коронавирусом. Ну, как я уже сказал, я тоже... Коронавирусы, кто рассказывает о моральном типе. Ну, слушай, еще раз повторюсь, нужно быть с рынком, а не против. У меня тоже мнение, что это все, конечно, бы формальный повод. У меня нет вообще никакого мнения по поводу коронавируса. Нет информации никакой. Я про повод. Я смотрю это с точки зрения рынка, а не как там медик, тем более я не медик. По поводу норильского никеля. Он такую устойчивость проявлял, когда уже цены на никель ушли вниз, а он просто так вот... Бумага, да, достаточно такая интересная. И каждый год она хоронит немало шортистов. Я бы... Вот в моем списке ее нету, скажем так, в разряде бумаг, по которым нужно открывать короткие позиции. Слишком, как бы, часто там бывают какие-то корпоративные новости, на которых происходят выносы. Вот. И бумага вообще поддерживается самой компанией. Ну, капитализация. Поэтому играть в такие игры с норникелем, ну, я бы не стал. Выбрал бы что-нибудь попроще. Выбрал бы попроще. Ну, попроще это я на всех вебинарах говорю, то, что если что-то где-то хотите открывать короткие позиции, если вы не обладаете, ну, условно говоря, инсайдом, да, четкой информацией, что что-то должно упасть. А именно по каким-то рыночным моментам. Это Сбербанк, это фьючерс на индекс РТС, ну, чуть поменее, наверное, доходный. Это фьючерс на индекс Мосбиржи. Ну, вот три основных инструмента. Там меньше подстав, скажем так, вот в плане каких-то вот неожиданных новостей, которые могут там сбить вашу короткую позицию. Как ты относишься к акциям сектора металлургии, которые ты раньше очень любил? Да, мнение мое пока не изменилось. Я по-прежнему считаю, что цикл в них закончен, но есть несколько моментов. Один из которых, это вот ввиду смены правительства, реализация инфраструктурных проектов, конечно же, бумаги металлургов могут стать одними из основных, скажем так, выгодоприобретателей от этих проектов, в рамках которых будут выделяться деньги на строительство дорог, мостов и так далее, и так далее, где вот продукция необходима. Но, опять же, если мы посмотрим на результаты за прошлый год, то мы увидим, что продажи на зарубежных рынках у них снизились. Там от 15 до 20 процентов у всех, собственно говоря, по-разному. Единственное, что на внутреннем, они даже у НЛМК, там, к примеру, по-моему, немного подросли. Но это не отменяет завершение цикла. Вот, поэтому все вот эти разговоры о восстановлении мировой экономики, ну, может быть, на допинге ее там и дотянут. Но, опять же, ключевой момент, время, это выборы в США. Как это все закончится, закончится и вот эта вот сказка. Плюс ко всему, те, кто разбирается в техническом анализе, на графиках НЛМК и Северсталь, если месячные открыть, там есть такая фигура, как двойная вершина. В НЛМК там такой фигуры нет, но вот в НЛМК она прям четкая, в Северстале тоже. И вот то, что происходило в начале текущего года, это все пока в рамках отскока. Да, отскок неплохой, эти бумаги, они действительно как бы способны на неплохие отскоки. Но пока, допустим, по НЛМК это уровень 151, если я не ошибаюсь. Вот как раз вот верхняя граница этого отскока. По Северстале это 1000. По НЛМК, честно говоря, на вскидку не помню, нужно как бы уточнять. Вот пока от этих уровней мы видим откат. По поводу энергетики, особенно ФСК и ЕС, который у тебя рос, скажи. Опять же, в энергетике не очень силен, поэтому, наверное, чтобы не вводить ни в кого заблуждение, рассуждать на эти темы. Технический анализ ты? Ну, тоже как-то особо не смотрю. Ну, как-то не знаю. Давай поговорим про нефть. Давай. Нефть, хлеб всему голова, матушка нефть. Что такое у нас? Вот многие писали, что будет Армагеддон, что рубль покатится вниз. Когда нефть пошла вниз там с черными соплями. И мы видим, ничего такого не происходит. Твое мнение по поводу нефти и рубля. Ну, давай с рубля, наверное, начнем. Но рубль-то он покатился. И, в общем-то, что сказать. Процента 3, наверное, от своего там максимума, куда он там укрепился. Чуть ниже 61, даже 3. Чуть-чуть, подожди секунду. Давай учитывать... Не возмутиться. Да, можно, конечно. Давай учитывать то, что уровень просто сейчас переставлен. Если бы уровень был бы другим, ну, условно говоря, 63 на 65, то, возможно, выскочили бы к 67. И сейчас бы все возмущались. Ну, вот опять рубль там, блин. Ну, а так как он с более, скажем так, высокой базой это делает, ну, вроде бы как и ничего. Поэтому, как бы, да. Ну, тем не менее, как бы, давайте не будем забывать, что рубль-валюта сектора AMG Markets. Поэтому, ну, как бы, это нормально, то, что с ним произошло. Другое дело, да, то, что он там не вышел за 63. Ну, слава богу, ну, я имею в виду для нас с тобой и для, как бы, зрителей твоего канала. Ну, похоролили надежды тех, которые верили, что уйдет ниже 58. Ну, нет. Упокойтесь миром. Ниже 58? Да нет, надежды, наверное, еще не похоронены. Все может быть. Я, честно говоря, уже не помню, какой это был год, по-моему, 15-й или 16-й, когда никто даже предположить не мог, что рубль сбегает на 49. Почти там с 90. Ну, скажем же. И уже Дерибаска намекает, что пора уже на 67. Пора уже до 4 ставку ЦБ. Естественно, экспортерам, конечно. Поэтому не дадут они 58? Естественно. Вы не понимаете все. Нет, я про 58 пока речи не идет. Но, по крайней мере, понимаешь, сейчас у нас как? Вот со сменой правительства у всех, у меня тоже в глубине души, где-то очень глубоко, появились определенные надежды на то, что, ну, может быть, ну, хоть что-то исправится, что-то, может быть, станет лучше. Это он издевается надо мной. Ну, нет, я не издеваюсь, но действительно так, давай дадим им шанс, ну, посмотрим. Я не берусь утверждать, что это действительно все так и будет, но шансы, скажем так, есть. По факту уже, когда будем разбирать, там пройдет год, будем смотреть на то, что они смогли сделать, то, что не смогли. В прошлой передаче я тебе говорил, власть четко мониторит настроение людей, и вот тебе сюрприз. Морковка, смена правительства, новая надежда. Морковка дураком только скажи сразу же. Секунд, нет, я так говорить не буду, это как «Звездные войны», эпизод не помню какой, «Новая надежда». Поэтому не нужно недооценивать власть. Мытаря – это надежда дураков, да, что он придет добрый мытарь, но дураков-то скажи честно. Давай перейдем к Рыне. Нет, тут надежда, нормально. Андрей, новая надежда, все, так и есть. Сейчас собьются вот эти вот растущие напряжения, чуть подсобьются, тем более, если новое правительство начнет показывать результаты, мат-капитал, там добавка пенсий, и на время этого уляжется, успокоится. Как я вот и говорил, то, что все под контролем практически. Сергей, Сергей, ты меня выводишь на минное поле. Нет, я не на минное. Мои позиции в Церехе не настолько сильны, чтобы рассуждать на тему Большого Бурабумса и Шурумбурумса, не думаю, что мне за это ничего не будет. Ну, надо быть просто, понимаешь, я как бы исхожу из текущих реалий, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. А реалии-то как бы. А реалии такие, что будут стоять. Давай не будем стоять против паровоза. Так мы не стоим, просто все будет кончено. Ну, в перспективе мы все, в долгосрочной перспективе мы все мертвы. Да, в этом году уже все будет кончено. А еще как бы... Ну, нам нравится твой взвешенный взгляд в любом случае. Все будет кончено, но ты будешь как психотерапевт говорить, что еще не кончено. Подожди, я никого не убаюкиваю, не успокаиваю, я отталкиваюсь от того, что есть. А есть то, что есть. Я вообще хочу к рынку перейти, к доллару. Мне Мишусин малоинтересная фигура для меня. Давай перейдем. Значит, ты говоришь, что слава богу, для тебя верников не ушли выше 63. Как это понять? Ну, пока не ушли, по крайней мере. А почему для меня? Ну, разве ты не рад, что как бы... Ах, ну да. Нет, ничего. Ты думаешь, что у меня в основном... Ну, вот не просто интересно, почему... Ну, вот смотри, ну, почему? Потому ты вот соберешься поехать в Италию, там, в Испанию, ну, неважно куда, за границу. Доллары дешевле, это же хорошо. Захочешь купить себе какой-то качественный иностранный продукт. Опять же, чем крепче рубль, тем этот продукт будет доступней. Поэтому я уже не раз говорил, что здесь нужен баланс. И дай бог, чтобы как бы смягчили, о чем идут разговоры, смягчили бюджетное правило. Действительно начали реализовывать эти инфраструктурные проекты. Хотя я считаю, что основным бенефициаром от инфраструктурных проектов будет не народ. Это понятно. Но смягчение бюджетного правила, какие-то, может быть, налоговые, ну, не сказать, послабления, ну, не знаю, хотя бы больше не закручивать дальше гайки, это уже будет определенный позитив, скажем так. Что-то тебя задело, да? Нет, меня нет, абсолютно не задело. Ты просто не волнуйся, если ты не веришь в Шурумбурумс, не покупай, бытовку в Болтае, все будет нормально. Нет, Шурумбурумс, он может быть, как ты говоришь, он может быть разным. Поэтому он может быть очень жесткий, с какими-то последствиями, там, я не знаю, а-ля начала 90-х, там, 98-й год. Либо в более как-то мягком формате. Я за более мягкий формат, просто за падение рынков, а-ля 2008-й год. То есть на данный момент... Где, как ты называешь, Шурумбурумс, даст новые возможности для заработка. Я правильно понял твою позицию по доллару, короче. Шурумбурумс, я поговорю завтра, у меня приедет специалист по Шурумбурумсу. Значит, 60,5-63, а потом прищелкнется, падет 63-65,5. В таком духе, да? Я пока не могу сказать, в каком духе. Давай дождемся, чем вот эта вот ситуация закончится. Пока нет. Я только это спрашиваю. Все, а мне не нужно политику подводить. Ты имеешь в виду, ну, подожди, финансовая Армагеддона, а-ля, там, 2008-й год. Я спрашиваю тебя, вот, твое мнение, и все, по поводу рублю, рубль, доллар, все. В одной из твоих передач я же сказал, год максимум полтора. Ну, посмотрим, как это будет происходить. То, что, как бы, рубль будет в перспективе слабее, это, по-моему, очевидно всем. Опять это твои оценки. Ну, конечно. Вот, в следующем, что слабее, я вообще думаю, ну, ладно, буду морд давать за рубль скоро. Теперь вопрос по поводу нефти. Ты сказал, что нефть, но потом будет на сладкое. Так, по нефти. В общем-то, что, исходя, опять же, из той рыночной конъюнктуры, которая у нас сложилась в конце прошлого, в начале текущего, это, ну, и, возможно, до конца 2020 года, условно, скажем так, справедливый диапазон, по бренду, это 60 на 65. Плюс 5, минус 5 долларов, это премия за геополитический риск вверх, условно говоря, там, к 70, к 71. И вниз это премия вот как раз вот для медведей за какие-то нежданчики типа коронавируса, ну, либо еще какие могут случиться там в перспективе, скажем так. Ну, а то, что ниже, там есть уровень 55+. Вот, он достаточно серьезный, и ниже него, скорее всего, уже может выйти ОПЕК с более серьезными какими-то действиями. Вчера уже представители заявляли, то, что в марте, возможно, рассмотрят очередное снижение добычи, скажем так. Ну, почему? Подожди, на рынке присутствуют разные интересы. Есть интерес нефтепроизводителей, есть интерес биржевых спекулянтов. Ну, условно говоря, биржевые спекулянты обладают хорошим финансовым ресурсом, поэтому под какие-то новости, под заголовки Bloomberg и Reuters могут, в общем-то, продавливать цену на нефть. По поводу золота, что думаешь? По поводу золота, ну, уже говорили про золотодобывающие компании. Золото, опять же, классический инструмент вот такого страховка от риска. Ну, пока эта страховка работает. Рынки вниз, золото вверх. Ну, опять же, повторю, так будет не всегда. При достаточно серьезном снижении, паническом рынке, и золото могут запросто распродать. И это, в общем-то, твои зрители должны иметь в виду. Такая ситуация была в 2008 году. Сергей, ты не знаешь, что происходит в компании? Почему наш Элиот Джот не хочет давать мне интервью? Ну, без комментариев, не знаю. Прийти беже. Я месяц назад приезжал, говорю, будет продолжен Элиот Джот? Он говорит, да. Ну, ты с Вадимом, наверное, сам должен. Нет, ну, как это? Я не могу за него. Мы без Элиот, как в Тимоте, блуждаем с тобой здесь. А с Элиотом мы точно знали цели. Ну, я не могу за него. Ты же понимаешь, как-то говорить. Что у тебя, скажи, пожалуйста, про свой канал в Телеграме? Нет, Телеграм-канал. Телеграм-канал у меня. Ты сказал, что думаешь сначала YouTube. Да, я думаю, да. Ты сказал, что сначала запускаешь YouTube. Я же помню. Я не сказал запускаю. Я сказал, я как бы вот практически в двух шагах от этого. Я в этом году обещаю, я его сделаю. Надо сейчас мне решить кое-какие вопросы. И после этого уже он обязательно будет. С кем? Может, с крыши финалка мы не просим? Нет. С кем будем вопрос решить? Ну, есть у меня определенные планы. И как посмотрим. Не хочется делать его, знаешь, выводить в свет сделанным на коленке. Ну, честно. Хотя, да, я читаю комментарии на твоем YouTube-канале, что многие говорят, снимай уж на телефон. Да. И это самое главное. Главный драйв, энергетика. Нет. Ну, кто-то говорит. И она Сергея Дроздов хорошо зайдет. Логично энергетика будет, конечно. Ах ты, чертов, рынок. Раз, об стенку. Зашло, сразу просмотры пойдут. Ну, что-то как-то я так, наверное, вряд ли буду делать. Ну, смотри, нам сам Бог, мы такие мужчины, такие солидные. Сам Бог велел сделать совместный какой-то проект и задвинуть Тинькова, и деньги не спят. Как ты считаешь? Ну, не знаю. Можно попробовать, конечно. Но мы с тобой так и делаем, наверное. Мы задвигаем потихонечку, да? Пока съемочная группа в отпусках, мы работаем. Да. Все, спасибо большое. Пожалуйста. И только не говори, чтобы я это вырезал, пожалуйста. Что именно? По поводу оленника. И деньги не спят. Хорошо. Ты всегда звонишь мне, потом вырезай все нах... Нет, не вырежу. Верников за правду. Я вырезаю только провокационные моменты. Прошу вырезать. Верников за правду. Все. Верников за правду.